Друзья мои, всем большим привет! У меня сегодня такое дежавю, потому что я опять начинаю влог с центральной станции Турина, Порт-Нова. Как примерно месяц назад я отправлялась отсюда в Гену, так и сегодня тоже еду в Гену, поезд у меня через 20 минут. Надо, кстати, пойти посмотреть, не опаздывает ли он, как всегда у нас здесь бывает. Решила себе устроить такое мини-путешествие, в этот раз уже с ночевкой, остаюсь там до воскресенья. И сегодня 15 мая, а завтра 16 мая, православная Пасха, и я еду навестить мою подружку с ее очаровательными дочками. И мы будем отмечать этот светлый праздник Пасхи вместе на берегу моря, потому что Саша живет практически в пяти минутах на ходьбе от Лигурийского побережья, от Лигурийского моря. Везу девочкам, дочкам Саше вот такой подарок, это шоколадное яйцо с нашим пьемонским фундуком Джандуя. Я думаю, что им понравится, особенно будет интересно посмотреть, какой сюрприз там внутри. Ну а сегодня в Генуе будет потрясающее событие, конечно же, это связано с едой, потому что от меня не ускользает ни одно гастрономическое событие. Поэтому оставайтесь со мной, я надеюсь, в этом влоге будет много чего интересного. Я буду показывать не только Генуе, потому что я хочу посмотреть также и ее окрестности, и я надеюсь, что нам с Сашей удастся показать вам красоты Лигурийского побережья за эти два дня. Удивительно, но сегодня поезд приехал даже заранее на платформу, еще 15 минут до отправления, а поезд уже здесь, поэтому сейчас буду выбирать место, желательно, в сторону движения. Смотри, Катя, да, вот здесь вот в сторону движения, иначе меня будет укачивать. Вот, покажу вам еще вот это шоколадное яйцо, смотрите, какая красивая упаковка. Все, нашла место, теперь 2 часа 5 минут, и я буду в Генуе. Ну что, вот мы с моим шоколадным яйцом доехали до Кемы. Сейчас мне останется только найти Сашу. Она где-то припарковалась около станции. У нас столько народов, очень много народов, все, видимо, приехали на выходные к морю. Сейчас буду выходить из станции с несколько выходов. Я думаю, что рано или поздно найдемся, потому что Саша сказал, что здесь еще надо умудриться, найти место, чтобы припарковать машину. Собственно, как мы везде вот так, если больше не с этим проблематично. Смотрите, сегодня как весело в центре. Мы уже с девочками дошли до центра, припарковали машину, и, к сожалению, то, что я хотела вам показать, а именно 350 метров бесплатной фокаччи, которые сегодня приготовили в Гену и раздавали всем желающим бесплатно, нам не досталось, потому что сейчас полвторого, и сказали, я тут спросила у пары, и они сказали, что ее съели просто за считанные минуты, 350 метров. Представляете, а это было приурочено тому, что в МСЧ круизы выпустили на воду новый лайнер, круизный лайнер, и в связи с этим вот они решили приготовить 350 метров фокаччи. Представляете, был вот такой вот длинный стол, я видела там сторис в инстаграме в Генуэр, был бесконечный стол длиной 350 метров, и на нем была покача, и все желающие могли спокойно подходить и есть сколько пожеланий. Ну, в общем, в итоге все они съели, и нам ничего не хватило, поэтому сейчас мы немножко расстроились, конечно, ну ладно, просто хотелось увидеть это своими глазами, поучаствовать в этом. И сейчас мы идем, ну, конечно же, в Цзэна-Цуэна, вот, я не могла приехать в Генуэ и не поесть в Цзэна-Цуэне их самую вкусную фокаччу и фаринато, так что сейчас вот от центральной площади с фонтаном будем идти в сторону этого ресторанчика. Самый вкусный ресторан. Не говори, самый вкусный, самая вкусная фокаччурия в Генуэр. Ну что, ой, боже, какая красота, я прям уже не могу, у меня уже глаза разбегаются. Сегодня в Деоре празднуют день рождения ребеночка какого-то, видите, поэтому полностью Деор занят под мероприятие, и мы будем с девочками сидеть внутри. Смотрите, какая красота. Сегодня в Цзэна-Цуэна такой анслан, очень много было народу, когда мы пришли, и в итоге мы заказали, как уже по классике, фокаччо аль-бургонзола, но нам принесли фаринато, то есть официантка, она, видимо, забегалась совсем и ошиблась с заказом, но в итоге, представляете, нам сказали, что оставляйте вот это, мы сейчас вам сделаем еще и фокаччо, так что только подождите. Меня узнали здесь официанты, и с прошлого раза очень приятно было. Здесь мы еще с девочками взяли обычную фокаччо, это малышка, вот какая счастливая, довольная. Да, вкусно. Так, а здесь у нас еще Маргарита, Маргарита, такая красивая. Тебе вкусно? Бона! Бона? Бона! Поэтому теперь это мое самое любимое место. Наша моя красотка. Доброе утро, сегодня воскресенье. Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи. И посмотрите, какая красота сейчас находится за мной. Невероятно. Море — это то, как должен начинаться мой идеальный день. Мое идеальное утро каждый день должно начинаться вот-вот с таким вот видом. Я сейчас иду на завтрак, потому что, если честно, в отеле не было ничего, кроме сладких круассанов, сладкого мармелада, сладкого джема. И все, больше ничего не было. Поэтому я пришла вот на эту набережную. Здесь очень уютные, очаровательные барчики. Смотрите, сейчас я вам покажу. Отдыхают, пьют, наслаждаются. Идеальное, идеальное утро. Дольче вит. Дольче парнинг. Так что сейчас тоже сяду на солнышко. Сегодня очень тепло. По сравнению с вчерашним днем. Вчера было еще более прохладно, особенно вечером. Но вот эта красота, посмотрите на это. Мне кажется, это просто идеальное, идеальное утро. Посмотрите, как все наслаждаются каждым моментом. Семьи с детьми, выходные. Сеньор здесь загорает. Я думаю, пойти либо вот в этот барчик. Посмотрю, если есть у них что-то соленое, то будет прекрасно. Если же нет, пойду вот сюда. Но не факт, что здесь тоже есть, потому что типичный итальянский завтрак. Это круассан. Круассан. Какая-нибудь сладкая булочка. Все то, что я не ем. Ну ладно, я думаю, что что-нибудь найлю. Хочу всем пожелать, чтобы вы тоже вот завтракали. Не спеша, наслаждаясь вкуснейшим кофе. И вот таким невероятным, невероятным видом море. Смотрите, какая идиллия. Красота. Мне прям снова не хочется возвращаться, если честно, в Турин. Потому что моя любовь к морю, она бесконечна. Надо думать, надо думать, как бы сюда переехать. Я все-таки выбрала вот этот барчик, чтобы посидеть вот здесь и позавтракать вот с этим видом. Просто идеальное утро. Идеальный день. На мое место пришла сеньора. Уступила ей столик. Уже много народу, столько. После 11 вышла на променад по набережной. Ну и посмотрите. Да, по сравнению, полтора часа назад, когда я только сюда пришла, было все намного-намного свободнее. Мы сейчас на пляжик, какой очень много тоже пришло, людей с детишками. А я сейчас пойду исследовать вот этот борго. Потому что мне тоже сказали, что он очень красивый. И через час встретимся с Сашей и поедем дальше по побережью. Поднялась на смотровую площадку. И вы посмотрите на этот вид. Невероятная красота. Боря просто потрясающего цвета. Камера не передает даже всей красоты. И здесь очень-очень уютно. Такая площадь небольшая с церковью. Туристическая группа. Видимо, это круизы. Потому что в Генуи приходят, конечно же, круизные лайнеры. И я считаю, что абсолютно верно привозить сюда туристические группы и показывать вот такую красоту. Посмотрите, какой вид. Я, кстати, не помню, говорила, как называется это невероятное место до этого. Или еще не упоминала. Это место называется Боккадассе. Боккадассе. Там внизу, где я была, где завтракала, где вот все эти уютные маленькие улочки узенькие. Это Борго, Боккадассе. Доехать сюда можно совершенно спокойно, своим ходом. Нужно просто на поезде ехать не до центральной станции Генуя, Пьяцца Принчика, она называется, статиона Чентрали, а нужно доехать на том же поезде, взять билет до Дженова-Стурла. И когда вы доезжаете до Дженова-Стурла, буквально минут 15, я думаю, пешком, не больше, и вы увидите вот эту красоту. Вот там внизу Борго, Боккадассе. И я сейчас поднялась вот по этой дорожке наверх, чтобы увидеть невероятную панораму. Вот здесь очень хорошо видно, насколько красивое море. Какой цвет. Спасибо. Не знаю, куда приведет меня эта узкая дорожка, но мне кажется, я сейчас перейду в другую часть Генуи, тоже ниже к морю. Мне кажется, мне нужно за ней идти, они точно меня куда-нибудь выведут. И действительно, эта узкая дорожка меня вывела вот сюда. Посмотрите, сколько зелени здесь. Красота. Мне кажется, каждый уголок, каждый уголок это произведение искусства. Невозможно перестать этим наслаждаться, восхищаться. Так, пойду еще ниже. И мне кажется, обратно придется возвращаться тоже по этой дорожке. Только уже подниматься, судя по всему. Потому что очень много идет туристов обратно. Ну, с одной стороны, это очень-очень хорошо. Потому что столько фокачи, сколько я съела за вчера и за сегодня уже за утро. Ну, следующую неделю буду проводить на воде, мне кажется. Ну что, обошла я поверху вот этот холм. Я спустилась. И посмотрите, что я вижу сейчас. Ну, какая прелесть, да? И смотрите, люди уже купаются. Видите, вон там вот мужчина плавает. Вода, конечно, еще холодная. Я поспрашивала у местных вчера еще рано. Но находятся смельчаки. И уже в эту погоду в середине апреля купаются. Ну, очень много кто загорает. Я, честно, тоже бы не отказалась, если бы я знала, что уже сезон открыт. Взяла бы с собой купальник. Я сейчас хочу пройти вот по этой лестнице туда. Мне кажется, она должна меня вывести вот на эту смотровую площадку. И я уже обошла этот небольшой пляжик. Вокруг он совсем небольшой. И видите, галька. Ну, это типично для Лигурии. Здесь, ну, я, по крайней мере, ни разу не встречала именно песчаных пляжей. Здесь вот такие вот камушки. Видите, сколько народу. Тут очень много народу уже загорают. Детишки плескаются, заходят уже в воду. Я бы с удовольствием позагорала бы, конечно, сейчас. Потому что ветерок обдувает, не так жарко. И еще солнце не такое сильное. Дошла я до этой террасы. Посмотрите, какая красота. Здесь такая клуба, ухоженный газончик постриженный. И вот этот бар просто еще одно идеальное место, где завтракать и встречать рассвет. Или приходить на аперитив и наслаждаться, улюбоваться закатом. Потому что вот такая красота отсюда открывается. Цвет моря вообще, даже вот словами невозможно передать, настолько лазурный цвет. Я много-много раз была в Лигурии, и в Чинкотерре, и в Сан Реймо, и в Рапалло в прошлом году, и в Портофино. Но вот именно таких переходов, мне кажется, я только в Ницце видела, на лазурном берегу. Потрясающе. Прям не хочется уезжать отсюда. Когда перевезу сюда моего Пипина, тоже буду с ним гулять. Около моря, конечно, не на закрытой площадке, потому что он любит бегать. Но в любом случае, я думаю, что им и здесь тоже понравится. Ой, кстати, вот, не знаю, видно, нет, но вот там мужчина с собакой, она прям легла. Ой, она прям легла в волны. Посмотрите, какая прелесть. Я тут еще присмотрела себе квартирку. Видите, вывеска продается. Мне даже интересно позвонить и узнать, какова цена вот такого счастья с видом на море. Приехали с девочками в Рейко. Здесь очень тоже живописно. Такие маленькие домики, улочки. Церковь красивая. Мы с трудом нашли парковочное место, потому что все-таки воскресенье. Тем более рядом с морем все сюда приезжают отдыхать. И собираемся идти в центр, чтобы пробовать знаменитую фокаччо с сыром, который делает здесь, в этом месте Рейко. Мы дошли уже до моря. Посмотрите, сколько тоже здесь народу. Барчики. Все сидят, мороженое едят. Коктейльчики. Девочкам, наверное, тоже сейчас возьмем мороженое. Такой променад здесь вдоль моря. Я надеюсь, что в этих барчиках тоже делают фокаччо. Очень хочу попробовать ее, потому что прям все о ней говорят, что это очень-очень вкусно. Сначала зашли в дольё. Я же не ем мороженое, дорогая. Какой красивый цвет. Какой красивый цвет. Это мята и строчателла. У девочек. Грации. Чао-чао. У девочек здесь клубника и шоколад. Шоколад. Ой. И Мира тоже. Я. И яся все. Да, давайте выйдем там. Да, я думаю, выйдем там. Аккуратненько. Проходи вперед. Проходи вперед. Ой, смотрите, какие здесь сладости. Красота. Красота. И такие мороженые на стихе. Мне понравилось этот джелатери. Очень стильный. Такой цвет серый. Красивый. Бустро такие. Ой, а вот здесь мы можем сесть, да? Давайте сядем, наверное. Я просто не видела здесь место. Да, я думаю, в тенек, чтобы не растаяло. Все на солнышке сидят. Но с мороженым... Мороженое, оно растает за 3 секунды на солнышке. Давайте здесь остановимся. Ну что, девочки подкрепились с вкусным мороженым. И мы дошли до моря. Здесь тоже очень-очень много сгорающих. Красивая набережная. Вот в этом барчике делают фокаччо аль формаджо. Но мне хочется найти что-то менее... Даже не знаю, менее такое туристическое, что ли. Более аутентичное. Поэтому мы сейчас где-нибудь еще пройдемся и поищем что-нибудь еще. Вот такой вид на Рейкосе пляжа. Здесь тоже свободный пляж. Может быть, как раз в самый сезон они и делают платный вход. Устанавливают здесь лежаки, скорее всего. Потому что, видите, какой пляж галечный. Довольно некомфортно, конечно, лежать на покрывалах. Поэтому я думаю, что да, они здесь ставят лежаки и делают платный пляж. Но в любом случае очень красивое тоже здесь море. Такой маяк. И там сёрферы тренируются. Хотя сегодня не очень большие волны, поэтому они скорее просто так на них лежат. Ну что, вот нам принесли нашу фокаччо аль формаджо дирекко. Посмотрите, она, кстати, немножко красивая. Аккуратно, аккуратно, потому что, смотрите, во-первых, она горячая. Да, во-первых, девочки, она горячая. Это с горгонзолой? Это с сыром. Это просто сыр. Смотри, смотри, как интересно. Сыр, он внутри прям, видишь, смотри, он прям внутри. Я хочу побольше хрустяшки. Бери, бери побольше хрустящего кусочка. И помните. Смотрите, какая красота. Но там нет горгонзола. Нет, это не горгонзола, дорогая, это не горгонзола, это просто сыр, который, да, смотри, какую красоту нам принесли. Вот она сладкая. Да, у нас тут, видишь, мы пьем зеленую водичку, синюю водичку. Я пью нормальную водичку. Вот. И вот такую вкусноту. Да. Не очень? Не понравилось тебе? А что тебе не понравилось? Горячая? Сыр. А, ты не любишь сыр. Нет. Вырастешь, полюбишь. Возьми вот этот без сыра. Это не промежуток. Возьми вот этот без сыра. Я поняла, на что это похоже. Это похоже на очму. Вы знаете, прям практически один в один. Тончайшее, да, тесто вот такое. И внутри очень-очень много-много сыра, начинки. Очень вкусно. Не зря мы сюда приехали с девочками. Так что тоже очень рекомендую. Мне кажется, в любой пар, в любое кафе вы зайдете, и они вот будут сделать местную. Качать фурмачо, директно. Если вдруг кто пробовал, то напишите, как вам. Как быстро пролетает время, когда ты в путешествии, в отпуске. Даже в таком коротком, который был у меня в эти выходные. Как видите, я уже сижу в поезде и еду в Турин. Время прилетело невероятно быстро. Я безумно счастлива, что выбралась на выходные к Саше, к ее великолепным дочкам. Мы потрясающе провели время. И посмотрите, я уже даже сгорела. Потому что я только сейчас, когда села, поняла, что у меня прямо здесь все горячие, щеки, лоб. Так что, да, за сегодняшний день мы очень много провели время прямо на солнце. И я думаю, что в ближайшее время надо будет срочно возвращаться в Лигурии уже. Если не открывать купальный сезон, то хотя бы пляжный точно. Буду загорать. Мне не хватает солнышка. Хотя в Турине у нас тоже хорошая погода. Но жизнь у моря это прямо мое. На сто процентов мое. И сейчас у меня, конечно, такое небольшое сожаление. Потому что я опять возвращаюсь в город. Очень хотелось остаться. Могла, в принципе, остаться. Потому что работаю онлайн. Но не взяла с собой поншет. Поэтому приходится возвращаться. А можно было остаться. Ну ладно. Всего хорошего понемножку. Как говорится, всегда нужно оставлять что-то на потом. Но я теперь действительно задумываюсь не только о том, как конвертировать наконец-то ВНЖ студенческий в рабочий. Да. Сейчас пытаюсь найти работу в каком-нибудь резорте, в отеле, на Сардинии, на Сицилии. Потому что соскучилась по работе с туристами. Но, к сожалению, меня не берут на парт-тайм по студенческому ВНЖ. Поэтому я думаю, как бы его конвертировать в рабочий без окончания университета. Это очень сложно. Это квоты. Это открытие ИП, вероятно. Но с этим надо будет еще разбираться. Поэтому, если мне понедельник опять откажет, потому что жду ответ из одного резорта в Тоскане, то буду вот так вот ездить к Саше в гости в Лигурио и постепенно изучать ее все больше и больше. Потому что я очень-очень много раз была в Лигурии, но вот эта часть Генуи для меня была просто открытием в этот раз. Действительно, я не ожидала. И Реко нам очень понравился. Реко – очень уютный, атмосферный городок. Поэтому, тоже, если вам представится возможность, обязательно туда заезжайте. Пробьте Покатчо, Альформаджо. В этом ресторане, где мы были с девочками, это было очень просто. Ну и, конечно, в Генуи обязательно. Обязательный пункт – это Дзен Адзуэна с их безумно вкусным. Покатчо, варинато, вообще, они такие молодцы. Все, их прошу открыть заведение в Турине. Хотя, лучше не надо открывать, а то за эти два дня я столько съела Покатчо, которые никогда, в принципе, не ем, что в следующей неделе точно буду проводить на воде. Шучу, конечно. Шучу, буду возвращаться к моему нормальному режиму питания, к спорту. Поэтому, да, немножко такое сожаление, что возвращаюсь в город. Ну, теперь буду планировать свои следующие поездки на море, так как у нас прямо уже начинается сезон-сезон. Я поздравляю вас еще раз со светлым праздником Пасхи. Желаю всем нам светлого неба над головой. Это то, что всем нам хочется больше всего. То, что нам необходимо больше всего. Если вам интересна тема поступления в итальянские университеты и изучения итальянского языка для себя, для путешествия, а также для учебы в Италии, то подписывайтесь на мой канал. Здесь я стараюсь периодически публиковать видео по итальянскому языку, а также показывать свою жизнь здесь и помогать с поступлением. Это итальянские университеты. Ну, и вы же пишите мне на инстаграм, подписывайтесь на мой профиль. И мне рада вам помочь и ответить на ваши интересующие вопросы по поступлению или по изучению итальянского языка. Благодарю, что вы провели эти выходные вместе со мной. Надеюсь, вы также насладились этим невероятным видом Легурийского моря. Буду очень рада снова видеть вас в гостях на моем канале. До скорых встреч!